Макгрегор похвалил Макгрегора. Оказывается, что никаких былых обид, ничего такого у него к Макгрегору не осталось. Наоборот, уважение и благодарность. Давайте послушаем. Он много сделал для спорта и много чего выиграл. Если бы я подрался за 80 миллионов долларов с Флойдом Мэйвезером в UFC, меня уже не видели бы. У Конора была блестящая карьера. Макгрегор отличный боец. Если он действительно ушел, тогда я благодарен за все, что он сделал для спорта, заявил Жозе Альдо. И вот так получается, что после того, как Конор скинул его с трона, Альдо выражает уважение своему сопернику. Пишите, что об этом думаете. Хабиб Нурмагомедов принял участие в рекламном ролике. Пока он отбывает дисквалификацию и у него есть свободное время. Ролик Хабиба посвящен одной из марок автомобиля, и он в свободном доступе, так что можно его легко найти в интернете и посмотреть. Уже известно, что Хабиб вернется в сентябре, а его соперником, скорее всего, станет Тони Фергюсон. Во всяком случае, мне бы хотелось видеть именно этого соперника. Но может случиться так, что Хабиб встретится с победителем пары Холуэй-Парье. В общем, два варианта. Какой из них выберет UFC, мы с вами совсем скоро узнаем. Кстати, Хабиб назвал Конора бойцом в Твиттере. Наш спортсмен ответил на недавний пост Конора, в котором тот плохо высказался о нем. И вот что ответил Хабиб. Деньги приходят и уходят, но в тот вечер ты потерял честь навсегда. Живи с этим. Завершив карьеру в ММА, ты начал карьеру в Твиттере. Написал Нурмагомедов. А в завершение выпуска Петр Ян поддержал Штыркова. Если тактически хорошо подготовиться, то можно показать хороший бой и выиграть его. Иван постоянно тренируется, и я уверен, что ему хватит трех недель, чтобы продышаться и поработать под соперника, говорит Ян. Я желаю ему только победы, пройти подготовку без травм. Это его первый бой в UFC, надо пошуметь. Хорошо, что наших спортсменов становится в UFC все больше. И хорошо, когда вот так они друг друга поддерживают. Пишите свое мнение. Если понравился выпуск, поставьте лайк. Скоро увидимся, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok